Всем привет, с вами Ванок и настало время поговорить о Kingdom Come Deliverance. Об этой игрушке я уже рассказывал, показывал игровой процесс ранней версии, ранней альфы, доступ который я имею, рассказывал о ходе разработки игры, но как-то в последнее время, знаете ли, немножко сбавил темп, стал меньше ей уделять внимание, в принципе на самом деле не странно, потому что разработчики сами несколько, скажем так, не то чтобы затихли, не то чтобы так сбавили темп, но рассказывали не очень интересные вещи, а вот эта самая пресловутая ранняя версия, она практически не развивалась, появлялись какие-то там квесты небольшие, мини-игры, но все это было, знаете, такое совершенно неинтересное развитие, но вот сейчас можно сказать, что ситуация в ближайшее время изменится, потому что команда взялась за ум, хотя при этом отодвинув дату выхода проекта, теперь ожидайте игру, ожидайте раннюю версию, если быть точнее, стоит не раньше лета 2016 года, команда сказала, что да, мы прекрасно понимаем наши возможности, соотносим их с задуманным, соотносим с тем, что мы хотим реализовать, и приняли решение пока что не гнать впереди всех, не загонять, как говорится, лошадь, нашу саму вот эту боевую, для тех, кто не знает, компания разработчиков, называется Warhorse, и поэтому отодвинули выход, но при этом нам обещали много чего интересного, в первую очередь, конечно же, касается того, что видят именно те, кто приобрел этот самый доступ к альфа-версии, в первую очередь, это, конечно, боевка, она до сих пор отсутствует в игре, разработчики, они уже рассказывали, описывали, но при этом так и не дошли до того, что, во-первых, показать ее игрокам, которые, еще раз повторюсь, приобрели альфа-версию, а, во-вторых, еще, в общем-то, толком не объяснили ее принцип работы, ну, как, знаете, базис был, да, то есть нам рассказывали о том, что стоит ожидать о боевке, что не стоит себя считать там героем, что вы будете очень сильно смертными, это так можно выразиться, но, по сути, все дело сводилось к тому, что, в общем-то, да, будет сражение, да, будет оно чем-то похоже на Mountain Blade, но с рядом значительных отличий, а вот конкретно, по сути, пока что ничего не сказали, и вот только сейчас начали приоткрывать эту тайну, показали короткое видюшку, где показали, собственно, сам процесс сражения с некоторыми стойками, если я ничего не путаю, по крайней мере, ряд игроков сказал, что вот тут какие-то определенные стойки прослеживаются в этом коротком видео, я же увидел, например, 5 направлений ударов, такая, знаете, разница, в Mountain Blade у нас 4 направления, а здесь 5, представлены они в виде такой звездочки, ну, в общем-то, разработчикам виднее, как это все делать, я думаю, что команда прекрасно справится с интересной боевкой, хотя, конечно, та ранняя версия, которую мы видели, ну, несколько коряненько, как оно обычно и бывает, но гораздо более интересно, мне кажется, грядущее обновление, вот этот самый патч для ранней версии, который нам стоит ожидать в будущем, который ведет вот эту самую пресловутую боевку, на которую мы обязательно заглянем, которую я обязательно, конечно же, запишу, потому что, еще раз скажу, что до этого просто неинтересно было писать видео, там ничего такого сверхъестественного не присутствовало, а вот здесь, знаете, наверное, можно будет разгуляться, но это еще не все, потому что в этой самой ранней версии, в этом самом патче, мы видим не только боевку, но еще и лошадей, вот этих самых животных, которые привлекали, ну, наверное, многих игроков в Mountain Blade, возможность конного боя, возможность передвигаться на лошади, которая реализована достаточно неплохо, я бы сказал так, как The Wars в этом плане сильно постарались, а Warhawk же пойдет дальше, потому что все-таки напомню вам, что у нас с вами не просто игра про сражение верхом, да и просто про сражение, а игра, в которой будет достаточно большой мир, который можно будет исследовать, по которому можно будет путешествовать, и, конечно же, в этом плане верность как он, наверное, будет играть значимую роль, потому что одно дело, когда вы на своих двоих бежите топ-топ-топ, а другое дело, когда лошадь помогает вам в этом деле, когда вы передвигаетесь с гораздо большей скоростью, сможете передливать длинные дистанции быстро, ну и, конечно же, если уж все-таки дойдет до боя, то здесь лошадь тоже поможет вам, об этом уже тоже было много чего сказано, нам показали некоторые отрывки этих самых лошадей, передвижения на них, боевка, я думаю, будет достаточно интересна, учитывая, что общий подход заботчиков, еще раз повторюсь, которые носят название сами по себе Warhorse, думаю, будет существенным, именно в плане конных сражений, хотя, конечно, не стоит забывать, что уровень Kingdom Come, уровень его игрового процесса достаточно широкий, объемный, и что это будет сам по себе вот это сражение, хоть верхом, хоть неверхом, лишь его частью, и это все у нас ожидают в будущем, у разработчиков еще только встали на путь создания масштабной грандиозной карты, пока что нам доступна лишь маленькая деревенька, и не факт, что сильно дело изменится после выхода обновления этого, хотя там будут присутствовать некоторые раздвижения рамок, то есть карта увеличится, но еще непонятно, насколько, и вообще, что разработчики затеяли, и что от них сейчас ждать. Вообще, на самом деле, если задуматься, команда попала в такую не совсем простую ситуацию, потому что, с одной стороны, они рассказывают нам о грандиозных, я бы даже сказал, наполеоновских планах, сделать масштабный, серьезный продукт, крупный, очень достаточно важный, чуть ли не класса 3А, то есть самого топового уровня, который присутствует в игроделе, но при этом они показывают нам вот эту раннюю версию, которую я уже ранее неоднократно заявлял, и в этом видео, и до этого. А на самом деле, если так задуматься, хоть она и доступна ограниченному числу людей, но тем не менее, все-таки является показателем, особенно с учетом того, что никаких запретов на показ видео, на обсуждение данной версии разработчики не налагали, и поэтому можно достаточно, скажем так, ну, я не сказал, что прям объективно, но, по крайней мере, соотнести именно текущую версию с задуманным можно, и такое соотношение будет, ну, не в пользу Kingdom Come, потому что, ну, понятно, да, ранее, понятно, что, по сути, еще много чего не сделали, только начали показывать, причем то, что разрабатывается, оно не обязательно все попадает вот в эту версию, потому что разработчики много делают же в тайне, много не хотят пока показывать, то есть они, по сути, создают параллельно две игры. Одна игра — это общий, вот этот Kingdom Come, который мы увидим там летом 2016 года, и то не факт, что весь, потому что это будет все еще ранней версии. А вторая версия — это вот сейчас текущая альфа, которая обладает урезанным функционалом. Допустим, в свое время игроки многие нашли возможности добавить в игру меч, и этим мечом, кстати, можно было махать. Ну, разработчик увидев это, выпустили патч, который убрал такую вот фичу, то есть меч из игры исчез окончательно, ну, по крайней мере, до следующего патча. Это говорит о том, что, да, вот, знаете, боевка-то, она была до этого корявая, которую не хотели показывать, которая случайно попала в эту версию, но она была. Но ее по каким-то причинам пока что не стали широкой публике анонсировать, ну, как-то так, скажем. А между тем, с другой стороны, я лично не считаю, что проект будет провальный, или вообще не хочу, в принципе, нагнетать какие-то тучи на него, потому что, понятное дело, да, что процессы разработки сложные, что здесь есть множество подводных камней, что есть куча вариантов, куча возможных событий, которые могут произойти, а могут и не произойти. И может все пойти не по плану, может, наоборот, какие-то там подвернуться очень удачным случаям, например, там какой-то спонсор найдется, еще один существенный касательно спонсора, в свое время отдельные разговоры велись, мы сейчас их особо касаться не будем, но, понятное дело, что игра такого уровня при всех сложностях разработки еще и дает разработчикам возможность как-то себя показывать миру, говорить, что вот, в свое время вы не хотели, нам помогаете, мы и так и не нашли издателя, а вот мы и без издателя сейчас прекрасно справляемся. И, в общем-то, я разработчикам верю, потому что, во-первых, это все-таки не новички, отнюдь, это известные опытные разработчики, которые знают, что хотят сделать, могут это сделать, что тоже важно. А, во-вторых, проект, он все-таки четко спланирован, видно, что это не просто, а вот давайте сделаем это, 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 это третье, десятое, и как, знаете, вот я показывал видео по Dragon Age Inquisition, где реально сидишь и думаешь, ну, блин, зачем они это запихали, просто так, что, или потому что так принято делать, совершенно не пришей, как бы легко сполучалось. Здесь же все достаточно четко, распланированно, видно, что вот этот элемент нужен, вот этот нужен, вот этот, ну, может быть, можно было бы без него обойтись, но тоже он вполне хорошо вписан в игровой процесс. И это главное, потому что, когда разработчики понимают, что хотят сделать, они, в общем-то, этим и занимаются, а не всякой ерундой, не как какие-нибудь там разработчики, а-ля команда Кланка, которая в свое время напиарилась видео, показывала, как они куда-то катаются, еще что-то, а потом сказала, ребята, деньги кончились, так что игры не будет. Вот, знаете, вот такая ситуация тоже как-то, ну, явно не то, чего ждает фанат. Так или иначе, будем ждать, надеюсь, что следующий патч действительно будет масштабным, как обещают разработчики, но, правда, их слова не совсем точны, то есть, вроде как в следующем, а может быть, на следующем, может, в ближайшем, тоже ждите, там, в ближайшем будущем, вот это глобальное обновление. Ну, я надеюсь, что оно будет скоро, мы на него, еще раз повторюсь, обязательно поглядим. Ну, а пока что, наверное, стоит, так сказать, скрестить пальцы, выждать, и уже, когда, собственно, первые плоды, более-менее серьезные, игрового процесса будет перед нашими глазами, там и посмотрим. Ну, а с вами был Ванокс, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и отписываться в комментариях, и всем удачи!